Если я усну и проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу – пьют и воруют. В своем предположении русский классик Салтыков Щедрин прав и сегодня. Если место вора в тюрьме, то пьяницам вот уже более двух лет в Иванове деваться просто некуда. Несколько лет назад в отрезвитель закрыли, и только сейчас появилось альтернативное заведение. Пункт оказания медицинской помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного пьянения, начал работу при областном наркодиспансере. Сотрудник полиции здесь будет нас держать круглосуточно в целях оказания, если будут буйные или еще какие-то оказания неповиновения врачам, санитарам, которые будут здесь находиться. Ну и, естественно, привлекать к ответственности лиц, которые будут доставляться за нахождение в состоянии алкогольного пьянения. 12 новых коек, возможно, уже сегодня сюда привезут первых пациентов. Мест будет не хватать, уверены медики, но о расширении пока речи не идет. В пункте круглосуточно дежурит медперсонал. Здешние обитатели смогут как следует проспаться и при желании привести себя в порядок. Все будет зависеть от их состояния. То есть, если они грязны, то это душ, это какая-то минимальная стирка. Если это какая-то завшивленность, это обработка специальными препаратами. У нас здесь есть дескамер, это обработка одежды. Ну, попытка сделать, так скажем, элементарные гигиенические мероприятия. Предполагается, что привозить в отрезвитель перебравших горожан будет скорая помощь. То есть, пациентов с травмами и хирургическими патологиями здесь не будет. Состояние может ведь у пьяного человека прийти или в отрезвление, да, или в какие-то осложнения. Для этого у нас здесь есть дежурный врач, психиатр-нарколог, который может осмотреть. А в случае более каких-то катастрофических ухудшений состояния здоровья, у нас есть 4 реанимационные койки, куда эти люди могут быть в экстренном порядке переведены. И это не единственный плюс нахождения пункта при диспансере. Каждому клиенту наркологи предложат лечение от алкогольной зависимости.